здравствуйте туристы милитаристы миру мир нет войне и вот уже начинаются нормальные ножи от fox edge то есть вот это вот пандатри фан дизайна раса комера который я сравнил с бирюков щиной но на самом деле нож на мой взгляд совершенно ужаснейший там даже дело вообще не в цене и не зря на самом деле сравнил потому что при всем моем неуважении к александру бирюкова как человеку значит я могу сказать что вот вот при всей моей любви к ножам дизайнер он хреновый единственно на чем выезжает ног это на том что они делают длинные длинные клинки но при этом ножи менее уродливыми не становятся но это опять же мое мнение с которым многие не согласны я не против потому что как раз таки палитра вот она вся каждый себе выбирает как карандаши по своему как говорится разумению по своей эстетике по своему вкусу и дело в том что как раз таки даже раз комар я вам могу сказать что вот чуть-чуть подождите буквально может быть там не знаю недельку-другую даже он сделав вот этот вот ужасный дизайн на самом деле не все так с ним плохо как с береговым потому что уже буквально следующая его модель мне прям очень-очень сильно понравилось но сегодня мы по нарастающим рассматриваем дальше fox edge который по моему предположению до сих пор я не знаю какая будет на ламни цена на эти ножи но по всему видать что это будет скорее всего прям конкретно бюджетная такая линейка почему потому что бюджетный бренд в принципе потому что fox все знают это все недешево там совершенно там совершенно все по-другому там материалы сделан сделаны ножи в и прочее прочее black fox и этот military division они тоже плывут как говорится своими дорогами и вот компания fox выделив отдельный бренд fox edge явно решила влезть в очень очень сложную на самом деле нишу такого вот конкретного бюджетного прям прям сильно бюджетного ножа и я могу сказать что здесь что и может помочь им здесь может могут помочь классные дизайны и вот конкретно а тракс или и тракс от fox edge дизайна дениса симонотти это уже клевейший классный такой и де сишник прям прям реально ну крутой получился нож итак смотрим клипса у нас хорошо что не блестит уже меня радует посадка не глубокая здесь почти под два сантиметра рукояти торчит над краем кармана сразу видим оранжевый здесь такой у нас мигает особенно если спереди смотреть бэкспейсер красивое такое стильное треугольное отверстие под темлячок клипса от на позиционная под правую руку тип об кончиком к верху поехали и вот сразу первое отличие от предыдущей явно неудачной модели здесь на месте плавник очень-очень приятно флипует причем я уверен что здесь можно и вот таким вот факелизирующим движением раскрывать нож через отверстие но отверстие это в первую очередь здесь дизайн как вы видите и перекликаются они своей формой с отверстием для темлячка шикарнейшая просто механика и опять же вот о чем я вам говорил рассматривая бюджетные фреймлоки фреймлоки не должны быть бюджетными там должен быть титан красивый там может быть алюминий красивый там могут быть какие-то там я не знаю варианты но сталь ну в лучшем случае блэкву от блэквошенная в худшем случае просто оцинкованная как ведро или заполированная она всегда указывает на то что производитель хочет как бы сделать более такой дорогой замок потому что фреймлок и все в принципе все ножи вы знаете с фреймлоком они немножко такие подороже чем с лайнерами с теми же сами понятно вот но при этом используя бюджетные материалы и получается на мой взгляд получается почти всегда фигня полная то есть вот здесь пожалуйста лайнер лог все очень красиво симпатичная микарта различные есть цветовые варианты этого ножа лайнер встает как надо опять же вот по вот этой вот бороздочки вот непонятно не по бороздочке по насечке я всегда могу плюс-минус определить не только страну происхождение ножа но и даже плюс-минус какой ценовой категории цех в котором нож сделан это у меня почему потому что у меня по молодости было очень очень плотное общение с алиэкспрессом и вот как раз таки с тех пор пришло понимание как выглядит именно в какой ценовой категории конкретно насечка на лайнере здесь не самый печальный вариант не скажем самый такой дешевый вариант здесь именно нормальный получился такой бюджетный китайчонок и лайнер встает на свое место то есть нет каких-то вот этих вот всех перекосов в общем распрощаемся с памятью о мандатари фан я этот нож никому не посоветую низк ни с какой точки зрения но это не значит что фокс речь на самом деле это как как нокс например самый ни в коем случае это действительно прикольные ножи и я почему такой сейчас ребята воспрежденный потому что я вам сейчас покажу я реально не могу успокоиться потому что я сейчас вам покажу этот нож ну вот на следующий обзор запасайтесь попкорном там просто бомба там просто будет вынос мозга по-другому не скажешь и так и тракс или а тракс watch fox edge номер модели f и 027 мод дизайн денис д денис говорю denis simonuti ну пускай будет денис если уж так вот мы по-свойски дениска кораблев длина 170 миллиметров длина клинка 80 миллиметров шлина клинка 28 целых 70 миллиметров толщина по обуху 3 миллиметра спуске здесь дня нет не могу сказать что прям сильно высокие но здесь сама по себе линия спусков довольно интересно и сразу же вот говоря о спусках и о какой-то там нарезки могу сказать посмотрите как приятно он именно сделал вот этот вот выход на плавничок то есть у нас получается здесь есть аккуратно такая пяточка для того чтобы можно было взять какую-то тонкую работу но при этом практически не цепляет доску при нарезке то есть у вас если вы держите вот при моей руке например я гораздо быстрее начнут цеплять доску пальцами чем плавником все очень красиво все очень по уму финиш клинка опять же вот видите постоянное мое флипование может быть вас раздражает в карте в кадре но по факту здесь при хорошей механике у нас идет даже не столько как бы именно вот этот вот триггерный плавник сколько скорее как кнопочный раз и все красиво получается вот финиш клинка satin вес 96 грамм сталь 9 chrome 13 и это прям такая конкретно бюджетная сталь даже в китайском понимании это бюджетная сталь но не без изюминки почему потому что колит ее на 60 62 единицы по шкале роквелла я бы хотел реально потестировать его именно вот по деревяшкам вот чтобы посмотреть что же этот за 9 chrome 13 на 62 единицы рукоять micarta лайнер лог подшипник и повторюсь сколько этот нож будет стоить на ламни я не знаю потому что скорее всего это будет бюджетка и с точки зрения именно бюджетного и диси ножа сам по себе нож очень очень красивый на самом деле мне вот этот арахноид здесь у нас нарисован дизайн и дениса мне нравятся они такие прям вот а вот следующий вот этот будет бомба я уже я уже стремлюсь чтобы поскорее начать окей при мало точном хвате если вам действительно нужно так вот зажглось и нужно что-то строгануть то ставьте просто смело сюда указательный палец здесь получается вот это вот небольшая небольшая горбинка она упирается в ладонь и несмотря на всю сложную сочиненность рукояти мало точных вас здесь очень уверенно здесь действительно можно строгануть настолько насколько 80 миллиметров клинка вам позволит диагональный хват это как говорится то подо что писалось именно вот этот вот выход на горбик глубокая подпальцевая чик-трак поехали и конечно же очень классный отверточный хват он здесь присутствует почему бы ему и не быть при отвертке только помните о том что вот у меня таким образом располагается нож в руках вот у меня как говорится идет такая осевая направление какого-то там . а при этом кончик сам по себе он смещен не будем опять же об этом забывать забывать не будем до классный нож сочетание оранжевой спинки бэкспейсера и такой именно брезентовый такой палаточный микар ты очень красивая сама по себе микар то скажем так условно досрочно гладкой то здесь нет какой-то прям волокнистости но и не полированная в общем и целом отверстие меня не раздражают сам по себе нож если мы берем еще вот таким вот хватом здесь просто суперски какие-то вскрывать посылочки там какие-то сломни подарочки и прочее и прочее а не замутит ли нам ребята сейчас ближе к лету какой-нибудь промо код от ламни как вы думаете есть есть как говорится у нас желание на эту тему или нет в общем и целом этот нож уже полностью в моем понимании реабилитировал бренд fox edge после предыдущего моего обзора печального ног соподобного и дальше дальше поверьте будет круче спасибо за просмотр всего доброго пока так вот 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 Продолжение следует...